На документе Министерства по названию «Реклама выбора модуля комплексного курса ОКСЕ родителей учащихся» там сказано в этом документе, что все модули равны. Это действительно так, то есть выбрать можете все, что вы... Ну, не все, а если есть разложность, да? По крайней мере, выбрать светскую этику, можно выбрать и основу православной культуры. Модули все равны по праву выбора их родителей, но по содержанию они, конечно, неравноценны. И вот, безусловно, модуль, основу православной культуры, модуль — это предмет, входящий в комплексный курс. Да, все понятно, родители спрашивают порой. И вот этот модуль, основу православной культуры, или кратко называем его ОПК, он особенный, потому что на самом деле православная культура — это фундамент всей российской культуры. Вот при всей многонациональности народа России, российской империи, когда-то России, сейчас, в нашей культуре прекрасно существовали культуры других народов и сохранялись. И сохранялись. И развивались традиции, в своем фестивале национальной, да? Вот те, кто постарше, помнят, что в школе Советской еще были фестивали народов, культуры народов России. Вот. Поэтому, конечно, модуль, основу православной культуры, наобращение к традиции, именно русской, это очень важно. И сохранять себя в детях. Последние месяцы мы смотрим с вами на все эти годы, месяцы смотрим с вами на события, проблемы нашей жизни, через призму трагических событий в Украине. Это понятно. Пример того, как может исчезнуть народ с лица земли, Украина. Это понятно также, почему? Потому что многопоколений украинских детей было обучено по учебникам западных. И по методичкам, по фейковой истории. Вот, когда шла экспертиза этих учебников украинских в ходе спецоперативного в прошлом году, министр Краснодарский, как все выступал по поводу совершения учебника, стало понятно, стали понятны масштабы этой громадной версии, ударившей в год с одной микротивностью детей. Нам кажется, что с нашими детьми ничего такого не произойдет. Мы живем у себя полностью, с кем, с кем, защищены, и ничего плохого с детей не случится. Однако же в 2021 году на Фимерном улице выделясток вышли подростки. Это была несанкционированная акция подростков в защиту нееданного совершенно им Навального. Детей собрали, организаторы этой акции. Собрали на льду всех практически в сетях. Дети вышли, их провоцировали бросать в ОМОНовцев конусы дорожные. Вот эти пирамиды, которые нагрождают в ОМОНовцев, бросать что-то еще, кричать. Ну вот, казалось бы, как туда попали наши дети? Очень просто попали, потому что если у ребенка невоспитана или дисформирована привязанность ни к роде небольшой, ни к малой, ни к семье, ни к близким, ни к ближнему, ни к истории своей, ни к привязок нет, и тогда он как будто безруляет липлей. Это, понятно, также становится в связи с фактами, когда СБУ сегодня провоцирует наших детей на суицид и на среду в школе. Предмет, основу православной культуры, я сказала, насобенный по содержанию, и он был одной из мер государственной безопасности, принятых еще на фоне разворачивающейся украинского кризиса. Вот начиная с 2009 года, по 2014, эта история, модуля, основу православной культуры, разворачивалась тоже перед нами. И в противовес еще реформе нашей прозападной, реформе образования, так называемой, когда нужно было что-то отечественную традицию противопоставить западным мнением. В контексте каких мер защиты государства и детей был предотвратен, внедрен в учебные планы школы. В 2009 году по указу президента был утвержден базовый документ стратегии национальной безопасности. Владык о нем говорил, опять в редакции было, и ключевые понятия в нем – это то, как сформулированы традиционно российские духовно-растные ценности. Здесь сказано, цитирую, ими являются приоритеты духовного материала, семья, созидательный твой, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, историческое единство народа России. В 2009-2010 году России были разработаны концепции воспитания духовно-нравственного. Концепция федеральная, она оформлена была как документ для педагогов. И концепция приморская, которая дополнила федеральный документ в связи с особенностями регионов, потому что живем в среде религии других, культуры других, в данный край, в России, восточной. И здесь ключевые два понятия в этих документах – это документ «Росное воспитание», дано определение на кайфе. То есть пришлось нам вспоминать, что это такое, потому что за годы реформы этим не занимались. Духовно-нравственное воспитание и национальный воспитательный идеал. И то, и другое предполагают, в центре Воркевича, духовно-нравственная, прошу прощения, укорененность детей в духовных и культурных традициях своего народа. Это такая формулировка, да, которая определяет содержание национально-воспитательного идеала. Кстати говоря, я скажу о том, что в других педагогиках западных, это понятие люди, только у нас в России национальный воспитательный идеал, у них воспитательная цель. И эта цель, та, которая насаждала нам реформа школы, эта цель – сделать из ребенка ресурс для получения сверхмебыри, в конечном счете, да, когда он возрослеет, сделать из ребенка потребителя. Вот, собственно, то, что руками педагогов делали те, кто эту реформу проворачивает. В 2010-2011 году в пилотных регионах Российской Федерации, в 2012 году по указу президента, по испоряжению президента, на территории всей России, во всех школах России, начали преподаваться комплексы по спорксел. Конечно, основной вниманием уделялось модуле основы православной культуры, по причинам, которые я уже назвала. Как это делалось? Я попала в 2011 году в Москву, когда вышла презентация многочисленных учебно-металлических комплексов вот это предмета. Очень много было разработано программ. Нам представляли их авторы. Ни один другой модуль не достроился такой чести, скажем так. Потому что, на самом деле, конечно, все понимали важность того, что должны дети изучать. То есть, таким образом, получается, что вот этот модуль основы православной культуры был меры государственной безопасности. Да, в числе других мер, принятых нашим государством, осуществляет их нашим государством, защитил сравнение нашей истории, наших детей. Я не буду говорить о последних документах, которые утверждены указом президента, как я их называл. Но хочу сказать о том, что внесены изменения и в федеральном законе по образованию, где говорится о духовно-нравственном воспитании детей. Это обязывает нас использовать все ресурсы, включая предмет основ православной культуры для этой цели. Воспитание детей и дискуссии по поводу того, надо изучать детям этот модуль или не надо. Это все не наша с вами тема, потому что эта тема подогревается очень сильно либералами нашими. С украинской стороны тоже расширается противостояние этого предметов. А наша, конечно, задача – это сохранить детей, чтобы они не ставили оружие в чужих руках, чтобы они любили свою страну, любили семью, свой дом и любили жизнь данным Богом. Все это заложено в отечественных традициях. Поэтому, да, моя позиция как преподавателя с 45-ми стажем, я преподавала русский язык и литературу, и с самого начала, с 12-го года, модуля «Само православную культуру». Я понимаю, что это очень важный период, очень важно. Пожалуйста, спасибо. Вопросы какие?